Социально-экономичным становящим и перспективами развития Краснопольщины ознайомились процедурники СМИ. Журналисты приняли уделу при истории по районе. Самая великая увага была нададена древа о процессе. Тут поспехово працуем ясовый лесгаз. Пришел Галину и приватник. Олеся Рыбалка с потребностями. Краснопольский лесгаз сегодня имеет лучшие показчики в районе. Навод при том, что 40% лесов за радиацией выкористовывает снега. Дравнина из больш чистых зон усеровано проходит контроль. И только при становучем вердикте радиологов идёт на перепрацовку. Доска идёт, я каждую доску смотрю. Как, что, что мне было в середине гнили, ну ничего. Гэта дошка пойдёт на Европу. Для укладчика Эдуарда Орловского важно не пропустить брак. Цех по древа процовцы Краснопольского лесгаза маёт добрую репутацию у своих замежных партнёров. Давняя на связи за границей, можно сказать. Отношения у нас деловые. Качество продукции у нас очень хорошее. Устраивает германцев шепетильных. Они сами приезжают, смотрят продукцию, ежемесячно принимают. Как бы их это всё устраивает. За непонные два годы, с момента деяния программы развития пауношно-усходного региона Могилёвской области, у цех укладено больше за 200 тысяч рублей. А пошнее набыцё – новая линия. Гэта додатково 8 працонных месяцев. Наступный этап развития, якого тут вельми чакают – увод сушильного комплекса. Тогда можно будет достигнуть больше глубокой перепросовки драунины и, соответственно, заработать на повеличении добавленной вартости продукции. Комплекс будуют зауласные сродки. Запуск – в будущем лепени. Гэта вытворчасть, хоть и не таких масштабов, але так само працует стабильно и с привытком. Молодый бизнесмен Алексей Варапаю за год працы со своей продукцией вышел на рынки Польши и Латвии. Зараз на лесопилце працуют 13 человек. Худка возьмёт ещё 6. На этом бизнес-идеи не заканчиваются. Задумывается коренный краснопольчанин и про открытие Аграся Дибы. Хочется что-то в районе оставить. Я не собираюсь никуда отсюда уезжать. Мне здесь всё нравится. Хочется что-то, чтобы было своё.